Боль, меня никто не понимает, оно накипело. И когда у меня мама пришла посмотреть спектакль, она увидела главного героя, и она говорит, поцелуй, люби стрижак, драматургу руку, потому что я поняла, кто они такие. Вот эти инопланетяне для меня вырисовались только благодаря тому, что она этот текст услышала. Дуся говорит правильную вещь, что мы сами качественно меняемся, и мы же играем в свои... За 30 мы играем в 25-летних. Но когда ты набираешься больше опыта, тебе есть больше, что сказать. Ты уже имеешь свой опыт, ты не играешь этих героев, ты можешь рассказать свое к ним отношение. И это другого качества немного. Сразу как-то оно изменяется. В этом появляется какая-то философия нынешнего поколения. А я сам, как сам по себе, я очень зациклен больше на себе. Ну, я интроверт. Поэтому, как бы, мне... Я это не мой персонаж. Но мне он нравится. Я его люблю. И мне кажется, что если ты работаешь на сцене, то ты должен любить без остатка своего персонажа и верить в его какую-то правоту. У нас приводят как у 12-летних детей, что для меня удивительно, что им очень нравится. Там всякие 16-летние дети становятся просто моими фанатами. Что это все вот просто для них. Вот эта вот боль. Меня никто не понимает. Оно накипело. Вот оно. Они... Для них это настоящее откровение, что мы говорим с ними простым доступным языком, но о вещах, тех, которых... Они понимают, их не слышат. А они прям вот этого внимания требуют. И вот он. Это же я, этот главный герой, которого никто не понимает. Ну, и, конечно же, в них это попадает, то, что они видят себя. Это удивительно. Да, вот всякие 12-летние, но сколько раз я видел еще и взрослых абсолютно людей, которые ни своих детей, ни внуков не привели. Они пришли сами. Это люди за 60. Как они сюда попали? Для меня парадокс. Они не уходят, потому что я как матерился, так и продолжаю материться, хоть это и нельзя уже делать. Но я понимаю, что я не могу из песни слов выкинуть, потому что драматург записывала мой монолог за реальным персонажем. Она ехала в поезде, она сама из Петербурга, и напротив ехал парень, они, как всегда, разговаривали о жизни. И он начал рассказывать, она понимает, что он просто потоком начал делиться с ней своими какими-то своими ощущениями. Она просто сидела, руку с телефоном пустила, и, говорит, в заметке записывала. И отсюда появился мой монолог, он абсолютно невымышленный. А как я могу взять и его обрезать? Мне кажется, это нечестно будет. Не то, что это к драматургу. Потому что драматург, я говорю, Люк, что делать? Как вырезать обсценную лексику? Она говорит, «Ну вот сделай на свое смотрение, я тебе доверяю». Я понимаю, что есть какая-то терминология, которая к нам пришла и которая нам дана, какие-то символы, но она настолько объемкая, и только человек с ограниченным мироощущением может понимать ненормативную лексику, как будто мы тут материмся, чтобы кого-то развлечь. Упаси Боже. Ни в коем случае. Мы вообще не материмся.